И мы продолжаем в эфире Собчак Живьем. У меня в гостях посол США в России Майкл Макфол. Господин Макфол, вот недавно у нас прошли, вы видели выборы мэров, в том числе мэра Москвы. Много обсуждали кандидата в мэры Навального. Вот скажите, на ваш взгляд, кандидат в мэра Навальный похож внешне по риторике, по каким-то другим вещам на Обаму? Потому что многие эксперты говорили о том, что даже кампания 2008 года, знаменитая ESWeCan, в чем-то была использована Навальным. И вот этот такой народный посыл, риторика и так далее. Похож или нет? Интересный вопрос. Но вы знаете, у меня не было времени, чтобы наблюдать как внимательно, честное слово. И потому что я не могу сравнивать, похоже на Обаму или нет. Действительно, я не успел. Раньше, как профессор, я много написал о ваших выборах. Даже у меня есть 2-3 книги на эту тему. И я надеюсь, что я могу вернуться к этому работу, потому что это действительно, как наблюдатели, мы наблюдали очень много интересных вещей. Ну, я знаю, что вы встречались очень давно с Алексеем Навальным в Америке. Здесь, в России, насколько я знаю, вы не встречались. Не встречались. Ну, наверняка. Я один раз, давайте, потому что многое говорит об этом, практически каждый вечер на мой твиттер, я один раз с ним встречался в Америке. Да-да, я знаю, я читала. А здесь ни одного раза. Ни разу. Что? О чем я вам знаю? С господином Собянином у меня была встреча. То есть официально мы встречались, а на твиттере никто не пишет, а это встреча. Тогда я спрошу так, кто больше похож на Барака Обаму, на ваш взгляд? Собянин или Навальный? Я его предварительную компанию тоже не видел. У нас просто была эта кризис в Сирии. Я буквально смотрел это никогда. Просто физически не смотрел. Вы очень много писали о рецептах, о различных сценариях оранжевых так называемых революциях, о том, как автократические режимы могут переходить к демократии и так далее. Вот могли бы вы сказать, как в стране, скажем так, похожей на Россию, даже не в России, а в похожей на Россию, могут произойти эти изменения? Вот что является ключевым фактором? Именно как профессионал. Многие говорят, что не хватает раскола элит, например. Что как только произойдет раскол элит, оппозиция сможет занять более важные позиции во властных структурах. Кто-то говорит, что не хватает просто количественно недовольных людей. Кто-то говорит, что не хватает экономических факторов. Вы, как ученые, считаете, чего не хватает для того, чтобы рецепт, так сказать, сложился? Ну, я посол сейчас. Будущий посол, не хочу говорить как профессор. Потому что каждый раз, когда я начинаю это делать, это все время проблема. Поэтому я очень тесняюсь с этим вопросом. Но я буду говорить одну вещь, поскольку много пишут, что я большой эксперт по оранжевой революции. Я только одна статья об этом написал, между прочим. Одну. И у меня есть, наверное, две тысячи статей, которые я администрировал. Но в большей сфере я пишу и я читаю курсы по демократизации. Это другая тема все-таки. Я думаю, как ученому вам гораздо будет легче говорить о прошлом, чем о настоящем. Это менее щекотливые темы. Я знаю, вы давно приезжали в Россию. Вы были первый раз, если я не ошибаюсь, в Ленинграде в 81-м году. Позже чуть познакомились. В 83-м. В 83-м. 30 лет тому назад, буквально. Были знакомы с Анатолием Собчаком в разгар перестройки. Часто приезжали сюда во время тех событий. Вот давайте о том периоде. Скажите, если можно кратко, вот ваше видение. До сих пор многие считают, что развал СССР произошел по чисто экономическим причинам. И только поэтому не удалось удержать режим коммунистический. По-другому сценарию говорят о том, что действительно накопилась масса людей, которые уже были не готовы жить при коммунизме. Вот на ваш взгляд, те события, более чем 30-летней давности, 20-летние, из-за чего? Вот главный фактор. Ну, что я написал. Падение коммунистического режима. Что я написал, я не писал книгу на эту тему. И той, и другой, ваша первая теория, часть прав, вторая теория, часть прав. А есть третий. А есть третий. Люди. И ваш отец в том числе. То есть первая теория, это типа для нас, это марксистские. Структурные факторы, и люди ничего не знают, и экономика. Это сыграло свою роль безусловно. И эта система продолжать долго нельзя. Я согласен с тем, кто об этом пишет. Вторая, массовая оппозиция, это мобилизация, тоже сыграла свой роль безусловно. Нельзя это игнорировать. А третья личность? Личность. И люди сыграли свою роль. И они делали, особенно в августе 1991 году, такие личные люди. Ваш отец, он сделал решение. Туда, туда. Что я должен делать? И за его решение, и Елтинское, и другие, и Путин, между прочим, он был с вашим отцом тогда. Это тоже сыграло свой роль. И те, это ГКПЧ, как это, ГКПЧ, Путчисты, если они не делали бы их действия, может быть, история была бы иначе. То есть, конкретные люди сыграли свою роль в истории. Вы редкий политик из Америки, которые были и в то время, и сейчас в нашей стране видели события, и видите их сейчас своими глазами. Многие сейчас говорят о том, что наступают в России новые 90-е. Вы согласны с этим? И если да, то почему? Ну, во-первых, это лучше спросить политологов у вас. Я сейчас наблюдатель, я не... Ну, как вы чувствуете? Вы же смотрите телевизор, видите людей, митинги, последние выступления Навального. Вы смотрите за этим. Вы видели, как выступали тогда люди, собирались, Ельцин, Манежная площадь. Это похожие времена? Есть ощущение схожести? И как посол я хочу сказать, это ваши дела. Я очень хочу это говорить, потому что есть очень большой миф у вас, что Госдеп поддерживает все эти вещи, и я, Майкл Макфол, поскольку я эксперт... Вы затронули тему того, что Америка действительно не пытается участвовать и не пытается финансировать. Действительно часто об этом, особенно в пропагандистских СМИ, говорилось. Вы знаете, я отдал печенье, Госдепские печенье, первый раз в жизни. Я угощал людей. Это были НТВшники, которые стояли около моего дома. Это было холодно, и они стояли там 4 часа, поэтому я их угощал. Кстати, о НТВшниках. Кстати, о НТВшниках давайте посмотрим на экран. Это известное видео. Если уж мы заговорили об НТВ, мы не можем вам его не показать. В последний раз, когда я хожу здесь, как будто бы это дикая страна околазовалась, да, что это... Это ненормально. Это абсолютно нормально? Нет, это ненормально. Не бывает у нас, не бывает Англия, не бывает Германия, не бывает Китай. Только здесь и только с вами. Наши зрители хотят знать, о чем он сейчас пойдет речь. Ой, так тяжело это смотреть. Да, вы жалеете эти слова о дикой стране, потом были распечатаны везде. Да, я уже это сказал, я жалею, да. Я хотел сказать, что это дикое, что они это делают. Я только что приехал, мой язык был неправильный, и я хотел сказать, что они занимались. И давайте, если вы это делаете, давайте более подробно говорить, о том, что это было на самом деле. Во-первых, я не уверен, что был там НТВшник или нет, я не знаю. Но я знаю, что там были наши, которые говорят, я не знаю, они исчезли, но они там были. Были казаки с этими ножами, и там было человек 50, если не 100. Казаки с ножнами? Да, 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 вообще такие шапки, и вот они кричали, и долой, долой. А эта встреча была не публичная встреча. Я вам это показала не для того, чтобы вас лишний раз, вот как вы так сказали, а поговорить о том, что вот с точки зрения многих карьерных дипломатов, проблема вашей миссии здесь, в России сейчас, заключается в том, что вы человек, хорошо знающий ситуацию, как ученый, как человек, приезжающий сюда, не совсем ориентируетесь вот в ситуациях карьерных дипломатических вещах. Вот эти ваши эмоции зачастую сильно вредят и нарушают дипломатические этики. Большинство времени просто встречаюсь с людьми правительства. А у меня есть хорошие старые контакты там, потому что я приехал здесь не первый раз этот, а третий лет спустя. Есть люди там, которые я знал, когда они тоже были ученые. Вот расскажите, это очень интересно, я действительно знаю со многими людьми, вы просто дружите много лет, это было до вашей работы. Это мне помогает. Кто эти люди? Я знаю, что вы общаетесь с Рыжковым, с Немцовым достаточно, у вас хорошие отношения еще с тех времен. Ну, это люди, которые я знал тогда, но ваш нынешний министр экономики и развития, господин Улыкаев. Я 20 лет ему знал, 25 лет назад мы встречались, когда он работал у Гайдара. А кто ваши друзья в России? Ну, друзья уже, раньше у меня было ощущение, можно иметь друзья как посол, я уже чувствую, нельзя. У меня есть контакты, и хорошие контакты. Я хочу сказать, что опять-таки, как Путин очень хорошо говорил, не значит, что мы все время согласимся, но у меня есть доступ к людьми, которые мне нужны, чтобы работать здесь. И в Кремле, и в МИДе, и в Белом доме. А кроме министра экономики, может быть, с Кудрином у вас есть какой-то контакт? Кудрин, конечно. Вы с ним общаетесь, обедаете? Ну, я встречался с ним, когда он работал у вашего отца, опять-таки. И Кудрин, и Чубайес, и Путин, и Сечин. И они все были молодые люди, которые работали в Ленсовете. С Путиным и Сечином все-таки вы вряд ли до сих пор дружите, я думаю. Ну, опять-таки, у меня нет друзей, у меня есть контакты, но я был на приеме Сечина совсем недавно. Он меня напомнил, это время, когда мы работали вместе. Мы обе говорим по португальскому языку, между прочим, у нас есть связи. Вы говорили с Сечиным по-португальски? Раньше мы говорили, да, 20 лет назад, сейчас нет. Ну, просто я не хочу, я не хочу, как бы, все названия, потому что, может быть, это опасно, да. Но я знаю очень много людей здесь, и не только те, которые люди считают. И это потому, что это у меня очень большой опыт именно в России, в Советском Союзе. Это плюс. С кем интереснее всего вам общаться здесь, в России, может быть, просто на дружеское слово? С кем не ответить? Ну, хорошо. Ну, на самом деле, для меня, я делал очень много разных встреч, да, в МИД, в Белый дом, в Кремле. И я принимаю участие, конечно, когда есть встречи с самым высоким уровнем. И, конечно, встреча с Путиным, это обычно с Керри, или Обама, или Клинтон, когда она была с нами. Конечно, это самое интересное, надо сказать честно. Просто слышать, что он говорит, прямое, это самое интересное. А моя работа каждый день тоже предоставит американские интересы и быть нашей представителем здесь, в обществе. Еще одна важная тема, не могу не задать вам вопрос, по поводу всего конфликта со Сноуденой. И, собственно, того, что это стало еще одной сложной точкой в наших отношениях. Опять же, хочу вас спросить со стороны ваших американских интересов. Вот вы даже в интервью мне сегодня сказали о том, что ваш президент, Барак Обама, всегда подчеркивает, что есть некие универсальные ценности. Что это не ценности Америки, а универсальные общечеловеческие ценности. Вот ситуация со Сноуденом. Человек разгласил определенные сведения о работе разведки в США. И оказалось, что американские спецслужбы следят за своими гражданами. И, в общем, совершают некоторое преступление. Тем не менее, не слышно никакого расследования по фактам, которые разгласил Сноуден. А расследования только в отношении него и его разыскивают. Что, наверное, верно, он преступник и он нарушил устав. Но, получается, двойные стандарты. Америка борется за универсальные ценности. Почему же тогда внутри Америки расследования по фактам, предъявленным Сноуденом, до сих пор нету и ничего об этом не слышно? Ну, есть два части его действия. Что касается его действия по якобы защите нашей Конституции, как он говорит. У нас есть законы, которые защищают такие люди, если они хотят об этом заявить. На английском языке это называется «whistleblowers закон». Я не знаю, как перевести это. Но есть новые законы. И сам Обама укрепил усилу этот закон буквально три года назад, особенно для тех, которые работают в разведках. То есть, если ты видишь что-нибудь, которое ты считаешь против закона, есть процедура, есть защита, чтобы ты можешь заявить об этом и бороться в рамках закона. Сноуден решил делать не в рамках закона. Это понятно. То, что он нарушил законы, то, что он будет судим, если попадет в Америку, к этому нет вопросов. Вопросов, почему по тем фактам, которые он предъявил, нет никакого расследования? Почему Америка не борется за законные процедуры? Нет, борется. Ну, наоборот. Это большой шум на это. Какое расследование? Его сейчас ничего об этом не слышат. По фактам, предъявленным Сноуденом. Нет, это... Обама уже реагировал, он уже делал какие-то новые указы насчет этого. Нет, это большая... Может, я не понимаю. Не указы. Я имею в виду, что виновные до сих пор не наказаны по этим фактам. Нет, наказаны. Наказаны. Кто? Судья в Америке, да. Есть. Два заказа, да. Я забыл, я могу уточнить, но есть заказы. Был судебный процесс по фактам, которые выявил Сноуден? Нет, нет, нет. Я имею в виду, что Сноуден... Он был в оборудовании. Нет, нет. Он в оборудовании, потому что он предъявил определенные вещи. И это... Окей, я не спрашиваю об этом. Окей, может быть, я не... Я спрашиваю о фактах, которые пришли к свету, потому что Сноуден. Почему на основе того фактах, которые он предъявил в мире, никакие действия были от Америки? Да, нет. Я не согласен. Нет, нет, нет. Я не согласен. Это неправда на самом деле. Уже Обама, и я могу послать по Твиттеру сегодня вечером, если вам интересно, уже делал большую новую процедуру в этом плане. Уже есть реакция. Конгресс есть большая реакция. Суд есть? Есть судебный процесс по фактам, которые обнародовал Сноуден? Ну, суд... Я не в курсе, и суд ли нет, но большая реакция и большая... Реакция есть, но нету никаких законных дальше действий. Мы специально перед программой сидели, смотрели, я готовилась к интервью, и с той информацией, которая стала мне известна, нету... То есть есть реакция публичная, эмоциональная, но нету процессуальной реакции на его... Ну, мне кажется, что, допустим, NSA, да, самая главная организация связанности... Я не в курсе, честное слово, но я убежден, что их действие уже изменилось. И идет большая дискуссия в Америке из-за этого, это очевидно. И новый законопроект есть, не было утверждено, иметь в виду, это было летно, да, сейчас они только собрались вчера. То есть вы думаете, что виновные в этом преступлении по законам США будут наказаны? Не Сноуден, а вот люди виновные в прослушивании граждан? Ну, я не уверен, что они нарушали законы, они не нарушали законы. Может быть, законы не хорошие, это другой вопрос. Но я не видел, что они нарушали, у них, у нас есть процедура оправдывать, чем они делали. Я знаю эти процессы, я не могу об этом говорить, между прочим. Тогда я буду нарушать наши законы. Но я не знаю, об этом нет, речь идет. Речь идет, а может быть, это законы слишком мягкие, они дают слишком полномочия правительству и государству. Как вы считаете, зачем оставили Сноудена в России? Просто сделать назло США, действительно узнать что-то еще, что не узнали до сих пор? Или какая цель этого действия, как вы считаете? Я сам не знал. Я хочу с ним встретиться. Если он хочет, я с удовольствием с ним встретиться. Путин недавно заявил, что были контакты в Хонг-Конге. Но кроме этого, больше этого, я честно говорю, я не понимаю этого человека. Просто тактически я не понимаю, зачем он здесь. Хорошо. Я задам еще вопрос по поводу не менее громкого скандала, связанного с господином Фоглом. Но, к сожалению, вокруг наших стран все время какие-то скандалы, нельзя не упомянуть. По поводу Фогла. Я понимаю, что вы не разгласите мне сейчас в интервью никаких секретов вашей страны, и я и не спрашиваю. Я не буду делать этой ошибки. Я хочу задать вам чисто эстетический вопрос. Вот смотрите. Фогл, который пытался каким-то образом за миллион долларов, значит, как это называется, забыла слово, завербовать одного из людей из нашей службы. У нас, к сожалению, ремонтное условие, наверное, разведка добралась уже до нашего с вами интервью. Насколько? Вот ситуация, когда один из людей, приписанных к посольству, пытается завербовать человека из российских спецслужб, предлагая деньги и так далее. Понятно, что есть своя работа у всех. Но объясните мне, пожалуйста, зачем Фоглу был нужен парик? Парик? Ну, парик. Парик. Зачем? Ну, это выглядит как-то даже как в комиксах. Ну, неужели? Это же как-то совсем не уровень американских спецслужб. Все пошутили на эту тему. Я всегда представляю, что CIA – это как-то все так очень сложно, профессиональные люди. А тут какой-то маскарад с париком. Зачем? Я не могу ответить. Почему? Ну. Тайна. То есть была причина для этого. Давайте поговорим об этом Стэнфорда. Когда я вернулся как профессор, мы можем говорить о истории ЦРУ и так далее. Сейчас я не хочу об этом говорить.